Итоги стажировок участника второго потока программы «Муравьев-Амурский-2030» в рамках исполнительной власти Приморья подвели с первым вице-губернатором, председателем регионального правительства Верой Щербина. На встрече будущие управленцы поделились своими впечатлениями от стажировки. Много чего на самом деле вынесли полезного. Лично я в том числе вынес некую важность, в том числе и неформального взаимодействия. То есть, когда была встреча с инвесторами, после нее и инвесторы, и министры, и замминистры не разбежались, остались разговаривать даже на кофебрейке, где мы наблюдали, на самом деле, я честно скажу, попивая кофе, за тем, как это происходит, где параллельно происходят звонки, какие-то договоренности, обсуждения. Это на самом деле тоже очень ценно и важно. В моем случае действительно стажировка прошла очень хорошо. Большое спасибо Министерству экономики. Удалось даже побыть полезным. Курсантам удалось не только пройти стажировку в новых для них отраслях, но и сравнить организацию работы в разных ведомствах. В рамках имени промотора, где проходили стажировку, было очень интересно сравнить, как сотрудник другого подразделения, он находится в внутреннем. Хотел сказать, что министерство, учитывая, что не более 40 человек, 38, если они, что, в штабах единицы, берет на себя такую задачу, на грудь берет и тащит. В рамках подверг, которые есть, мы, что там, например, Юрьевич, мы тоже работали, большое количество инициатив. Этот курс стал не только полезным и мотивирующим, но и дал возможность найма на работу. При условии дальнейшего трудоустройства на государственную службу обучение для стажеров бесплатное. Я на встрече на первой тоже говорила, что если есть у кого-то желание работать вместе с нами, наше предложение остается в силе. У вас есть контакты, входные ворота, тем более, что вы сейчас уже познакомились с нашими органами исполнительной власти, с министерствами, ведомствами. Поэтому милости просим, но вам мне хочется пожелать удачи. Вообще, как бы где ни сложилось, у кого карьера, я считаю, что люди, которые ставят перед собой определенные цели, они обязательно будут достигать этих целей. А вот наша задача как раз для того, чтобы мы уже совместно все достигали наиболее каких-то серьезных целей, которые ставят перед нами наши государства. От этого мы только лучше будем процветать, развиваться. И это задача номер один. Сейчас курсанты готовятся к защите выпускных проектных работ перед заказчиками. Напомним, ранее стартовал третий набор на образовательную программу «Муравьев-Амурский-2030». Упускники получат диплом о профессиональной подготовке школы управления Сколково и вузов-партнеров, а также войдут в резерв госслужащих. Участие в проекте могут принять граждане Российской Федерации от 21 года до 35 лет, получившие высшее образование по программам магистратуры и специалитета и готовые к работе на госслужбе. Диана Иванова, Новости на Восьмом.